Я служу здесь много лет, я привыкла подчиняться, я не задаю лишних вопросов, это не мое дело. Приказывают, я выполняю. Понимаете? Я ничего не могла сделать. Даже если вещи противозаконные? А ты понимаешь, что другие люди тебя подставляют? Понимаешь? Нет. Я не несу ответственность, я просто выполняю поручения. Ты не считаешь себя виновной? Нет, не считаю. Сильвия, ты должна это понять. Счет принадлежит твоей сестре. Открыла она его по твоей просьбе. Значит, ты принимала участие в деле. Произошло крупное хищение. Деньги на счету твоей сестры, Сильвия. Ты думаешь, что тебе удастся уйти от правосудия? Да твоя вина практически доказана. И если не найдут человека, отдавшего тебе этот приказ, в тюрьму сядешь ты. Ты знала о хищении и содействовала ему? Вот какое положение дел, Сильвия. Я скажу. Я скажу правду. Я лишь выполняла приказ своего начальства. Только приказ. Ладно. Только два человека в нашей фирме могли отдать тебе такое приказание. Эмма и Амброзио. Кто же из них? Эмма. Синьора Эмма переводила деньги на счет моей сестры. Это она отдавала мне приказание. Она запугала меня. Она обвинила Амброзио в краже и приказала мне подтвердить это. Она угрожала мне. И я испугалась. Да, Сезар Августа. Она запугала меня. Мне ничего не оставалось делать, как подчиняться. Твоя мать страшная женщина. Ты делала все, что она приказывала? Да, Сезар Августа. Когда она узнала, что обнаружено хищение, она все свалила на твоего отца. Я боюсь ее. Моя мать ничего тебе не сделает. Сейчас ты вернешься к себе в кабинет. Не упоминай о нашем разговоре и жди моих распоряжений. Сезар Августов, помоги мне. Доня Эмма способна абсолютно на все, что угодно. Хорошо, Сильвия, ладно. Я поверю тебе и выручу тебя. Все мы люди. Пожалуй, сделаю так, чтобы тебе дали отпуск. Спасибо, Сезар Августов. Герардо? Марисоль не беременна? Нет. А откуда вы знаете? Ну, так бывает. Женщина думает, что она беременна, а оказывается, что нет. Если я правильно помню, Марисоль и Рубен пришли к тому выводу, получив результаты анализа. Да, конечно, но сегодня нам позвонили из лаборатории и сказали, что вышла ошибка. Да, да, вышла ошибка по вине медсестры. Но у Марисоль не будет ребенка, это самое главное. Я помешал? Заходи, Сезар Августов, мы тут разбираемся с некоторыми делами. Сегодня я все выяснил. Что выяснил? Сегодня я еще раз разговаривал с Сильвией. Она во всем призналась. К хищениям отец не причастен. Добрый вечер. Привет, Сильвия. Орландо, как дела? Рубен. Хорошо, большое спасибо. Здравствуй, Марисоль. Садитесь. Спасибо. Вы давно ждете? Нет, Сильвия, только что пришли. Простите, что явились без предупреждения, но Марисоль должна вам кое-что сообщить. Кажется, начинается важный период в жизни семьи Альварес. Я пошла к Ринальду. Джеки, куда ты собралась? У тебя что ли нет дел? Нет, мама, нет. И ты это прекрасно знаешь. Пока. Пока. Я выяснила, что я не беременна. Ну, ведь ты была в этом уверена. В больнице ошиблись. Да, но я же сам видел ответ. А как быть со свадьбой? Ну, значит, свадьбы не будет. Ну, девочки, теперь, когда мы остались одни, признаетесь, вы рады? Да. Да. Лично я просто счастлива. Каждый раз, когда я думала об их свадьбе, я вспоминала историю Сезара Августа и Патрисии. Люди должны подходить друг к другу, а эти двое совершенно не пара. Рубен получил хороший урок. Теперь он будет поосторожнее вести себя с девушками. Но все равно он мне нравится. Я тебе удивляюсь. Неужели тебя не приводит в бешенство то, что он занимался любовью с другой девушкой? Мне все равно. Зато теперь он сможет лучше меня оценить. Привет. Привет, Джеки. Ты зашла за Рейнальдо? Да, мы договорились поужинать. Слушай, подожди его здесь, а я пойду, потому что опаздываю. Он вот-вот выйдет. До свидания. Хорошо. Адетте? Она только что ушла. Почему ты взяла деньги? И не только взяла деньги, но обвинила в этом отца. Как ты можешь обвинять в этом свою собственную мать? Да, мама. Могу. Но это предел всему. Меня обливают грязью, а ты всему веришь. Не надо, мама. Следствие уже далеко продвинулось. И нам известны имена соучастников. Среди них Тереса Маркес. Почему ты это сделала? У тебя не было в этом необходимости. У тебя же есть деньги. Их полно, мама. Я взяла их не для себя. А чтобы помочь другому. Кому? Одному человеку, которого я очень люблю. Это тебя не оправдывает. Этот человек болен. У него тяжелое финансовое положение. Он остался без средств и обратился ко мне за помощью. Я не могла ему отказать. Не могла. Почему? Он что-то для тебя значит? Да. Да. Он для меня очень важен. Я вообще не собиралась тебе об этом рассказывать. Я не знаю, если я сделаю тебе это сейчас. Но я никогда бы этого не сделала. Но обстоятельства вынуждают меня открыть тебе правду. Человек, о котором я говорила,